В городском округе Люберцы прошел форум «Наставники ЗЭД». Это новый проект, который запустила Молодая Гвардия Единой России. На данный момент его реализуют в 13 регионах страны. Главная идея заключается в том, чтобы ветераны и участники специальной военной операции передавали свой опыт подросткам и воспитывали в них патриотизм. Тему продолжит Луиза Едиозарян. И ты в нее высовываешь еще штуку. Получается, что это выузил, можно завязывать канат, проволочку и все что угодно разной толщины. Попробуй еще раз сама. Держи. Как сделать военный узел, собрать, разобрать оружие и правильно пользоваться тактической аптечкой. Этим непростым азамлюберецких школьников обучают представители Молодой Гвардии Единой России. Но перед тем, как проводить уроки, они сами прошли тщательное обучение. Мы проходили очень много курсов. Также у нас некоторые ребята ездят на освобожденные территории. Там тоже проходит обучение. Рассказывают, как правильно что сделать, как правильно наложить шину, как правильно наложить бинт. Мастер-класс проводит и военнослужащий Константин Королев. В зоне проведения СВО ему приходилось использовать знания в области тактической медицины, чтобы помочь товарищам изберечь собственное здоровье. Ты находишься, когда на линии огня, твоя жизнь в твоих руках. Ты должен сам себе помочь, чтобы тебя потом ребята эвакуировали. Мы очень благодарны, когда организовывают вот такие мероприятия для молодежи. Ребята все говорят, что патриотическое воспитание – это основа основ для силы государства, для единства государства. В зону СВО Константин Королев отправился в мае 2022 года. Дважды получал ранения и попадал в госпиталь. Сейчас проходит реабилитацию, чтобы в сентябре снова вернуться к боевым товарищам. О своем пути он рассказал участникам форума, ответил на все интересующие вопросы. Подобные встречи молодежи с героями проходят в Люберцах регулярно. Луиса Игасарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.